Привет, друзья, с вами Кик, и сегодня будет видео касательно Lightning Network. Есть некоторые моменты, о которых очень мало людей говорят, и вообще эта тема как-то меняет основу, всю основу, на чем держится биткоин. Да. Так что это будет интересное видео. Посмотрите, в самом wallpaper от Satoshi Nakamoto не было ни слова касательно Lightning Network. И такое технологическое решение внедить в сеть биткоина Lightning Network, оно не появилось из воздуха. После некоторых изменений в Core Developer Group of Bitcoin, там вошли некоторые люди, начали работать. И вот через два месяца появилась идея создать Lightning Network для биткоина, чтобы ускорить сеть и понизить транзакции. Вроде бы все супер. Вот поэтому и все остальные сразу же согласились, что это самое лучшее решение для биткоина, для масштабирования сети. Но, как я уже говорил, ничего из воздуха не падает, когда речь идет о деньгах и о больших деньгах. Просто запомним, что весь 2017-2018 год очень много информации, что крупные банки покупали биткоин. Просто это давайте сохраним где-то тут, потому что к этому мы вернемся. Итак, Lightning Network, как оно работает? Смотрите, чтобы я смог отправить своему другу, скажем, 0.5 биткоинов в сети Lightning Network, я открываю канал. Мы открываем канал. По сути, каждые транзакции в этом канале будут сохранены, но не будут каждый раз записываться в мейнчейн биткоина. А только при открытии и при закрытии эти даты будут вставляться в мейнчейн биткоина. Что важно, вроде бы технологически это супер решение. И никак не влияет на децентрализованную натуру биткоина. Но вот если почитать более подробно, как Lightning Network работает, мы находим два пункта. Первое, это что все каналы будут иметь какой-то лимит. Скажем, например, 0.5 биткоинов. И если я захочу отправить, скажем, один биткоин своему другу, я должен воспользоваться хабом внутри Lightning Network. И тот, кто открывает хаб в Lightning Network, должен иметь некоторое большое количество биткоинов. И поскольку отправление биткоина через хаб, хаб взимает комиссии. И это как бы выгода для человека или компании, которая имеет хаб в Lightning Network. Эта компания должна быть урегулирована законодательством. Третье, хаб имеет право отключить или подключить какой-то канал. Помните, что у нас тут есть то, что некоторые банки очень крупно покупали биткоин? И то, что решение Lightning Network не упало с воздуха на биткоин? Что получается? Что кто может открыть хаб? Банк может открыть хаб? У него есть большое количество биткоина? Да. Он урегулирован? Да. Банки сейчас могут заморозить счет любого своего клиента. Да. Получается, с помощью Lightning Hub банк тоже сможет отключить канал любого клиента. Вот и получается, что Lightning Network это в корне меняет понятие децентрализованности биткоина. И то, что банки очень аккуратно взяли биткоин в свои руки, но поскольку все те, кто верят в биткоин, они только хотят выгоды, поэтому это и остается как закрытая тема. А то, что Lightning Network делает биткоин самым простым централизованным финансовым активом, об этом не надо говорить. Ведь we all going to the moon. Ведь мы все идем к луне. Да, скоро. Многим из вас это не понравится, особенно если вы верите в биткоин, и вы биткоин-максималист. Это слово максималист, оно очень точно выражает людей, которые незнанием верят в биткоин. Потому что они не хотят знать больше, чем то, что биткоин скоро будет стоить 1 миллион долларов. На этом все. Спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok